Всем привет! Меня зовут Иван Мацак, я инженер Ракетно-Космической Корпорации Энергия. Мы занимаемся разработкой технологии беспроводной передачи энергии. В частности, мы разрабатываем систему дистанционного энергоснабжения для беспилотных летательных аппаратов. Результаты наших работ оценил Фонд Глобальной Энергии. Ровно год назад нам дали престижную премию в области энергетики, которая называется «Энергия молодости». И сегодня я постараюсь вам вкратце рассказать о технологии, зачем это надо знать вам. Ну и попробуем. Поехали. Итак, беспилотники. Еще там 5, может быть, 10 лет назад, я не могу вам точно сказать, Это все были домашними игрушками, которые там вот, как машинки на пульте управления, которую завел, там поигрался, подумал, поездил там, или в частности беспилотниками полетал, положил коробку и забыл. Но оказалось, что беспилотники это очень классная штука, и с помощью них можно очень много полезности сделать. В частности, сейчас беспилотники применяются много где. В частности, когда в пожарах, для обмеров разных зданий, при постройке и строительстве зданий. DHL, например, использует беспилотники для доставки посылок. Есть проекты даже в России по обработке полей, посадке растений, поливки, контролю, как они растут, то есть в сельском хозяйстве. Они используются для мониторинга линий электропередач, трубопроводов, для обеспечения безопасности на предприятиях, в зонах, например, стихийных бедствий каких-то и так далее. Раньше их использовали только военные, то сейчас их используют гражданские в том числе. И даже, например, есть такие экзотические приложения, как доставка еды в ресторане. Например, вы заказываете себе пиццу, борщ и еще что-то, и все это к вам прилетает на подносе, который везет беспилотник. И беспилотников становится все больше. Рынок очень быстро их растет. То есть есть даже такой слоган у производителей беспилотных летальных аппаратов, что дрон в каждый дом. То есть дрон должен быть у каждого. Возможно, такие времена будут не за горами, и у каждого у нас в доме будет беспилотник, который будет выполнять какие-то функции. И рынок, ну вы видите, что он сегодня 5 миллиардов, а будет 100 или 200. То есть колоссальный рост в течение буквально следующих 15 лет. Возможно, что беспилотники будут баражировать пространство над городом и выполнять массу разных полезных функций. Сейчас, например, и законодательно, ну в принципе, и психологически, беспилотники довольно, на самом деле, мало используются. Потому что у нас все дороги забиты, колоссальные пробки. В то же время воздушное пространство, оно практически не задействовано. Там летают вертолеты МЧС, там всяких служб, которые за лесом смотрят. Ну и на этом, собственно, все. Но в ближайшем будущем все это значительно расширится, их приложение увеличится. Но у всех беспилотников, они все летают на батарейках. И у них есть одна проблема. То есть они могут летать не более часа. Некоторые могут летать 20 минут, 30, 40, 50. Час это уже такой хороший беспилотник. Особенно, если у них есть какая-то полезная нагрузка, там видеокамера, либо датчики какие-то, либо еще что-то. Но час это все равно такой вот Рубикон, через который мало кто проходит. Вот. И, соответственно, так как есть потребность увеличения времени, да, и этого времени слишком и слишком мало. Допустим, для мониторинга трубопровода. Если у вас трубопроводы, у нас там нефтепроводы, разные линии электропередач, там, тянутся на многие миллионы километров по всей России. И всех нужно мониторить. Потому что ликвидация аварийных ситуаций стоит довольно дорого. И проще вовремя диагностировать какую-то аварию или поломку, посмотреть, что она может произойти. И быстро это отремонтировать. И беспилотники очень активно в этом направлении используются. Но их время полета значительно ограничивают возможности, которые хотелось бы иметь у компаний, которые занимаются мониторингом этой инфраструктуры. Вот. И многие производители, фонды и так далее, кто использует беспилотники, производит беспилотники, они постоянно работают над тем, чтобы увеличить время полета, увеличить дальность полета, увеличить размер полезной нагрузки, который может поднимать на борт беспилотник. И разработки постоянно в этом направлении ведутся. В частности, используются водородные топливные элементы. Есть концепция дрон на волокне. То есть подсоединяется волокно, оптоволокно с лазерным излучением, и там оно перерабатывается в электрическую энергию, и беспилотник, например, летает. Но он летает как бы на привязи, на таком проводе, на волоконном кабеле. Еще другая концепция заключается в том, чтобы просто взять на провод, обыкновенный провод, присоединить его к системе питания беспилотника, и просто пускать беспилотник на проводе. Такой беспилотник, в принципе, может летать сколько угодно времени, потому что вы подключаетесь к розетке, и он у вас летает. Но опять же, это на проводе. Это вы ограничены и по расстоянию, и вам нужны специальные провода, такие очень тоненькие, которые не будут весить очень много, иначе под их весом беспилотник может рухнуть. Вот есть еще, например, некоторые беспилотники слева внизу. Это на них прикрепляется солнечная батарея, и за счет энергии солнца они также могут продлить свой полет. Естественно, так как все беспилотники летают на аккумуляторах, то постоянно разрабатываются и применяются новые типы аккумуляторов. Были там никель-кадмиевые, сейчас литий-полимерные, литий-ионные используются, и также литий-фосфатные аккумуляторы, которые обладают там большим зарядом, только разные их преимущества. Но постоянно идут разработки новых материалов для аккумуляторов, которые бы позволили подольше им летать. Но это все не радикальные инновации. То есть Том Питерс, один из бизнес-гуру американских крутых, он говорит, что нам не нужны постепенные улучшения, нам не нужно немножко больше, нам нужно значительно больше, нам нужна радикальная инновация. И такой радикальной инновацией мы можем предложить. То есть мы работаем в этом направлении. Является дистанционное энергоснабжение беспилотников. То есть пока беспилотник летает в воздухе, выполняет разные задачи мониторинга, например, мониторинга, мы можем лазерным лучом светить на лазерный приемник, который располагается на беспилотнике, и подзаряжать его аккумуляторы. То есть и таким образом мы можем продлить время полета не на 15 минут, не на час, а вплоть до беспилотника, что беспилотник может летать без посадки. То есть постоянно он летает, например, выполняет какие-то задачи, потом он подает сигнал, что у него заканчивается аккумулятор, заряд аккумулятора. Мы светим на него лазерным лучом, заряжаем, и он продолжает летать, выполняя разные задачи. Либо мы можем непрерывно сопровождать его лазерным лучом, и он также будет летать неограниченное количество времени. И на самом деле эта концепция уже была реализована. То есть первые демонстрационные эксперименты прошли в Америке. И, по-моему, в 2011 году впервые в мире продемонстрировали, что беспилотник может находиться в полете более двух часов. Сначала сделали восемь, потом они показали, что технология позволяет на небольшом расстоянии, правда, там несколько 30 метров, 20 метров, он может висеть, например, 24 часа в сутки. Это продемонстрировали на каком-то большом форуме, ну, правда, в специальном ангаре, но, тем не менее, результаты такие уже показаны, что технология реализуема и может использоваться на практике. Но, естественно, кроме нас и американцев этим занимается и много в мире. Ну, вот, например, такие показательные эксперименты, демонстрационные, которые были уже показаны в мире. То есть вот самолетного типа на небольшой ровер в Европе светили и заряжали его аккумулятор. Это вот как раз Laser Motive, справа по центру. И есть еще Escape Dynamics, проект, который они хотят, по-моему, для запуска в космос подзаряжать аккумуляторы в процессе запуска ракеты. Ну, или какие-то похожие такие проекты есть. Вот. Но вообще, если говорить о беспроводной передаче энергии, то есть, не то чтобы масса способов, я выделил 4 из них, которые наиболее актуальны и уже используются, например. Это электромагнитная индукция, электростатическая индукция, микроволновое излучение и лазерное излучение. Электростатическая индукция. Есть ряд работ, например, что вы берете планшет, кладете на специальную плиточку, то есть не подсоединяете зарядку, а типа коврика для мышки, и он заряжается. То же самое для мышек есть, для мелкой бытовой электроники. Это электростатическая индукция метод. Электромагнитная индукция, у нее очень большой потенциал обладает, потому что, когда будет развиваться у нас отрасль электромобилей, то они все, естественно, требуют зарядки. И вот с помощью метода электромагнитной индукции автомобиль может просто парковаться, никуда не подключаться. Снизу стоит такой специальный излучатель, который заряжает его с большой эффективностью. Там огромную мощность можно сделать, так что электромобиль будет заряжаться буквально за пару часов. Только позволит ли этот тип аккумулятор, другой вопрос. Но, в принципе, такая технология уже есть. И, например, она реализована многие автомобили, которые выпускаются. Например, компания Nissan, по-моему, Tesla тоже. Они уже обладают стройной, такой беспроводной зарядкой. Хотя еще зарядок таких нет нигде. Но автомобили уже оснащаются устройством, которое способно принимать электричество без проводов. Вот. В 50-е годы прошлого века, в 60-е, 70-е, вплоть до нашего века, разрабатывалась технология беспроводной передачи энергии микроволновым излучением. То есть это обыкновенная микроволновка, только направленная. То есть у нее излучение идет направленным пучком. И они проводили демонстрационные эксперименты. Сначала на расстоянии 30 метров, потом они до полутора километров. Единственным минусом этой технологии является увеличение расстояния. То есть больше километра микроволновым способом передавать невозможно. Потому что излучение, там, природа влияет, дифракция очень большая. И коэффициент полезного действия такой, такой технологии беспроводной передачи энергии, ну, порядка одного процента, если мы говорим о расстояниях более километров. Хотя на расстоянии, там, допустим, 30 метров, можно достигнуть, там, 50-60 процентов КПД. Вот. И наиболее перспективным для передачи на дальние расстояния является технология беспроводной передачи лазерным излучением. Я сейчас попытаюсь рассказать, что же это такое. Наверное, самым ярким таким примером беспроводной передачи энергии является наше Солнце. То есть Солнце, оно излучает колоссальное количество энергии, правда, во все стороны. И в том числе немножко достается Земле. То есть на Земле мы можем установить солнечные батареи и спокойно себе принимать энергию от Солнца без проводов, перерабатывать ее в электричество и использовать в мирных целях. Я вот так сказал. Ну, яркий пример, допустим, Европика, если вы были, то есть там есть поля там есть целые поля таких ветрогенераторов, электрогенераторов и так далее. То есть такие солнечные батареи огромные поля. То есть вполне себе отличный способ, если у вас Солнце там не как в Мурманске там раз в году, а хотя бы почаще, то солнечными батареями довольно много можно энергии собрать. Вот. Чем отличается беспроводная передача лазерным излучением от, собственно, обыкновенных солнечных батарей, заряжаемых от Солнца? У нас все то же самое, только вместо Солнца у нас лазер. Мы можем лазером направлять куда нужно поток энергии и с помощью такой же солнечной батареи, только разработанной специально для лазерного излучения, принимать и перерабатывать все в электричество. Ну, и плюс ко всему, так как Солнце у нас поток стандартный, примерно киловатт энергии на метр квадратный на Земле можно получить, то с помощью лазера мы можем создать поток энергии в сто раз больший. В тысячу, не знаю, но в сто, то есть то Солнц точно, то есть мы с одного квадратного метра можем получить энергии больше, чем от Солнца в сто раз. Вот. И мы вот как раз разрабатываем установку для того, чтобы заряжать беспилотники, аккумуляторы беспилотников. Сейчас мы способны обеспечить дальность порядка километра и передавать там 500 ватт энергии, там примерно, которых хватит на то, чтобы беспилотник у нас работал в беспосадочном режиме. Вот. Из плюсов, естественно, неограниченное время полета. Это основной плюс, потому что вам не нужно сажать беспилотник, у нас постоянно висит в воздухе. А там насчет применений, насчет применений мы сейчас общаемся с компаниями, которые, которые, собственно, используют беспилотники. И мы надеемся, что в ближайшие годы эта технология получит свое определенное распространение. Не могу сказать, что большое, но какую-то нишу эта технология, естественно, займет. Сегодня мы как раз готовим такой эксперимент, и где-то, может быть, месяца через 4 мы уже покажем, что мы можем заряжать аккумуляторы беспилотника, может, не на расстоянии километра, но на расстоянии там 200-300 метров над землей. А там, ну, а там будем пробовать, что из этого получится. Так, ну, основным компонентом является, естественно, лазер. То есть, мы выбираем его по... Нужно, чтобы у каждого компонента была высокая эффективность. И для нас важны параметры эффективность, длина волны, мощность и качество излучения. То есть, насколько мы можем создать узкий пучок. Другим компонентом является система формирования пучка. То есть, мы должны лазерное излучение сформировать в очень узкий пучок, потому, чтобы именно все излучение попадало на наш приемник, который расположен, он довольно далеко. Если километр, ну, как-нибудь посмотрите, километр, это очень далеко. То есть, примерно... Ну, если бы этот экран висел на километре, то, скорее всего, вы бы его не заметили. А нам нужно попадать на площадку 10 на 10 сантиметров. И, соответственно, пучок на километре должен быть где-то сантиметров 5. Так. Ну, а так выглядят приемники лазерного излучения. Это такие же солнечные батареи, такие же солнечные элементы, только специальные. То есть, их для того, чтобы они имели высокую эффективность, они разрабатывают специально для лазерного излучения. И это довольно сложная задача. Сегодня достигнуты КПД порядка 60%. Вот. Но, к примеру, солнечные батареи имеют КПД порядка 20. То есть, в три раза больше мы можем обеспечить эффективность получения энергии. Так. Ну, вот, наиболее частый вопрос задают, задают, который мне на конференциях, ты, разных пич-сессиях, не знаю. Это эффективность. То есть, структура потерь примерно такая. То есть, 60% всей энергии теряется в лазере. То есть, если мы подключим 100 Вт к лазеру, то только 40 Вт из него выйдет в виде излучения. То же самое на приемнике теряется порядка 19% от исходной мощности. Оптика немного потребляет электроника. То есть, в итоге общий КПД, такой, который мы можем сегодня показать, это 17%. Но, это цифра, которую еще никто в мире не показал, на самом деле. Сейчас имеющиеся образцы, они порядка 5-7%, процентов. Даже до 10% еще никто не добрался. Мы в лабораторных условиях показывали на расстоянии 30 метров порядка 10%. Мы надеемся, что в следующем году мы покажем цифру порядка 15% уже на расстоянии 100 метров. А, в принципе, порог 20% это тот порог, после которого технология станет очень коммерчески выгодна и может быть легко растиражирована. Но, все предвестники к этому есть, потому что КПД лазеров постоянно увеличивается и КПД приемника лазерного излучения постоянно растет. То есть, если 10 лет назад КПД лазеров было порядка 15%, то сегодня оно 40%. У лучших образцов 80%. У приемников лазерного излучения так же, если там еще 10 лет назад было порядка 10%, 20%, то сегодня уже 60%, есть некоторые образцы даже больше, 65%. Поэтому здесь присутствует оптимизм, что цифра 20% итоговая от розетки до розетки мы когда-нибудь покажем. Но, скорее всего, не в следующем году займет, возможно, 5 лет. так, а вот еще картинка как влияет атмосфера. Постоянно спрашивают, а в атмосфере вообще можно поглощение или что? Ну, на самом деле довольно непростая задача. На расстоянии одного километра лазерное пятно превращается в такую строкозябу. То есть, турбулентность, которая присутствует в атмосфере и тепловые потоки, идущие от земли, от зданий, они разваливают пучок и нужно очень быстро уметь управлять пучком, чтобы он получался именно круглым и ровным. Иначе, то есть, если взять центральную часть, то в ней находится примерно порядка 30% энергии. То есть, борьба с турбулентностью это просто необходимое как бы необходимое условие. Если вы не будете управлять быстро пучком, то атмосфера пучок развалит, у вас останется там от него там половина в лучшем случае. Так, вот, демонстрационные эксперименты. То есть, мы порядка семи лет работали над технологией, не, семи, семи, да, с 2009 года, когда первый раз на бумаге появилась идея давайте передадим электричество без проводов. Два года назад мы показали эксперимент на 70 метров, то есть на 70 метров в лаборатории мы показали, что мы можем передавать электричество там с эффективностью, ну, там, разные эксперименты были, самый лучший эксперимент был порядка 10 процентов от розетки до розетки. Буквально вот месяц назад, месяц, не месяц, ну, в октябре, в общем, в октябре мы показали, что мы можем передавать энергию на расстояние полтора километра, ну, 1300 метров, примерно, 1350 метров, то есть, из одного здания на другое, там, по огромной территории, и у нас, то есть, в итоге пучок мы получили, ну, примерно, там, 5 сантиметров на приемнике, и, правда, это был эксперимент не направлен на то, что демонстрация эффективности, у него эффективность была порядка 5 процентов, потому что мы использовали там стандартные приемники, не оптимизированные, но, тем не менее, мы показали, что мы можем пучком управлять, попадать им в цель и удерживать на приемнике, вне зависимости от погодных условий. Как назло, естественно, в день эксперимента был туман, и шел дождь, такой легкий, правда, но это, даже эта система нам позволила отработать все эти эффекты, и мы все-таки попали на приемник, и сформировали на нем пятно, и получили энергию на другом конце нашей системы. Так, а, ну вот, большая картинка такая, то есть, вот, примерно, вот это полтора километра, тысячи триста пятьдесят метров, вот, да, по-моему, так картинка раз оттуда сделана, там снег, вот, дождь и все, все дела. Вот так. Развитие технологий, то есть, мы сейчас видим развитие технологий таким образом, то есть, мы в следующем году показываем демонстрационный эксперимент по энергоснабжению беспилотника, зарядке его аккумуляторов, потом у нас идет космический эксперимент, то есть, у нас вообще задача сделать технологию для космоса, то есть, мы где-нибудь в 2020 году, я так подозреваю, может, чуть позже, ну, не позже 2024 года, пока МКС не утопит, мы покажем, что мы можем передавать энергию в космосе с МКС на другой корабль, расположенный там на пяти километрах от него, вот, а дальше стоит задача более амбициозная, ну, наверное, почти порабощение Вселенной, то есть, мы хотим заряжать с помощью лазерного луча микроспутники, которые летают вокруг Земли, ну, это небольшие кубсаты, там, небольшие спутники, но для этого нужно условие, что в космосе будет большая энергетическая станция, то есть, это либо ядерный реактор, который проектировали, проектировали, ну, не знаю, по-моему, чем история там закончилась, но до сих пор проектируют, никак не сделают, и второй момент, это можно сделать большую солнечную электростанцию, то есть, там, километры солнечной батареи в космосе, которые висят и вырабатывают, там, мегаватт электричества, и тогда от такой огромной электростанции можно эту энергию спокойно раздавать на небольшие спутники, ну, как это сделано на Земле, то есть, у нас же не у каждого своя там ветрогенератор и установка для производства тепла у нас, электричество, у нас есть электростанции, ядерный стан, ядерные реакторы, есть гидроэлектростанции, есть там теплоэлектростанции и все огромный производитель энергии, который по проводам раздает там в каждый дом энергию, так предполагается сделать и в космосе, что будет одна огромная энергоустановка, которая будет раздавать небольшим потребителям энергию, и, то есть, и здесь наша технология, она просто Это необходимо для реализации такой концепции. Если мы это не сделаем, то все как бы бессмысленно создавать большую солнечную электростанцию в космосе. Так, вот наша команда. То есть у нас, естественно, команда порядка 10 человек. Это здесь у нас в основном молодые специалисты, молодые ученые. Раз мы на вручение этой премии от глобальной энергии. Ну, мы рассчитываем, что своими силами мы сможем сделать технологию. В следующем году уже покажем. Ну, если вы будете за новостями следить, то, скорее всего, вы сможете попасть на демонстрацию, которую мы устроим, наверное, публичную, чтобы каждый желающий мог посмотреть своими глазами. Так, вот. Нам в этом плане повезло, что в нашу технологию верят, и нас финансируют и научные фонды, и Минобрана науки, и Глобальная энергия, потому что в прошлом году отметила наши работы. Но и мы стараемся по максимуму заполученные деньги и вдохновение сделать технологию. Так, это, наверное, неудачная шутка моих коллег. Ну, в общем, если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ